Я сегодня пытался перейти через дорогу в Липецк, мне нужно было через дорогу перейти. Два квартала пошло, море, воды. Это, говорит, то, что весна. Даже самую больную тему города Владимир Шахрин пытался перевести в шутку. На его концерте никто не должен был грустить. Мне нравится, когда в зале люди смеются, когда некая позитивная атмосфера создается в зале, когда люди уходят из зала счастливыми. Я сам от этого становлюсь счастливым. Тур в 38 концертов Чаев посвятили 20-летию альбома «Дети гор». Первая часть выступления состоит только из этих песен. Владимир Шахрин поделился для группы. Создание этого альбома стало переломным моментом. Первое продюсирование, первая запись на студии в Москве. То есть он того стоит, этот альбом. Но мы играем все 10 песен этого альбома. И вот сыграли уже, по-моему, 23 концерта с этой программой. И играть их не тяжело, и они нам не надоели. И на одном дыхании эти 45 минут этот альбом чуть даже больше пролетает. То есть он как-то не устарел до сих пор. Не устарела и национальная одежда. Так Чаев называют оранжевую атрибутику, которая до сих пор появляется на концертах. Это не шутки, это всерьез. Это привычка двигаться вперед. А вот липецкая сцена лидера группы немного смутила. Владимир Шахрин не привык, что на него смотрят и сбоку, и сзади. Знаешь, что Валерии можно доверять, и бедрами двигаешь, понимаешь, это кремень. 28 лет смотрит. Никакой рек. А тут ребята говорят, девчата вы надежны, а девчата надежны. Девчата и вправду не подвели, и публика танцевала, как заведенная. Перед каждой песней обязательно какая-то история. Рокер даже пошутил, что в чае, который он пьет между песнями, налит коньяк. А может, и не пошутил. У меня хорошее отношение с алкоголем. Я, в общем-то, люблю алкоголь. Ну, у меня действительно с ним нормальные отношения. У меня есть тормоза. И я четко чувствую момент, когда понимаю, что вот следующая рюмка уже лучше не будет. Даже после двухчасового концерта «Чайфов» не отпускали еще долго. Ведь неизвестно, попадет ли наш город в следующие туры, посвященные новому альбому и 30-летию группы. Наталья Медведева, Олег Писарев, ТВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok